В столице полдень о главных событиях данному часу рассказывают корреспонденты 24 КИЗ в студии Батаго Саркулова. Здравствуйте. Сотрудники КАЗ-почты воровали посылки и деньги. Факты всплыли после проверки Генеральной прокуратуры. Всего выявили 10 тысяч незарегистрированных обращений граждан, 2000 случаев искажения государственной правовой статистики, 94 нарушения сроков рассмотрения обращений. По трем фактам хищения посылок и одному факту кражи денег, которые предназначались на оплату коммунальных услуг, начаты расследования. Напомню, это не первый коррупционный скандал, в котором была замешана КАЗ-почта. Накануне агентство по финмониторингу обнаружило крупные хищения на 84 миллиона тенге. В Алматинской области в течение двух лет сотрудники, оформляя паспорта и удостоверение личности, присваивали себе часть платежей, а в миграционную полицию предоставляли поддельные квитанции. В КАЗ-почте отреагировали на замечания прокуроров. Все замечания и рекомендации уже исправлены, заявили в компании. Мебельщики обманули астанчана десятки миллионов тенге, но клиенты не могут доказать факт мошенничества. У аферистов была одна схема – войти в доверие, предложить услуги стоимостью ниже рыночной, подарки или скидки. Затем жители вносили предоплату 70% от общей стоимости, но желаемую мебель так и не получали. Динара Абдирова разбиралась в проблеме. Зиляра Ахтаева обратилась к мебельщикам, которых нашла по рекомендации, чтобы заказать межкомнатные двери и обшивку лестницы. Внесла предоплату – почти 2 миллиона тенге, но обещанного так и не дождалась. Он действовал так, что предлагал цену немножко ниже рыночной, входил в доверие, приезжал с договором заключать гражданско-правовой ответственности. Говорил, что у него есть цех, называл адрес, но каждый раз, оказывается, это были разные адреса. Я начала проверять его ИП. Я обнаружила в реестре должников очень много постановлений от частных судебных исполнителей. И я через судебных исполнителей начала выходить на пострадавших. Пострадавшие написали коллективное заявление о мошенничестве в полицию и обратились в прокуратуру. Общая сумма ущерба превышает десятки миллионов тенге. И таких случаев сотни по стране. Юристы объясняют, почему обман в мебельной сфере достиг крупных масштабов. Необходимость, я думаю, уже назрела. Законодательно более ужесточить какие-то моменты. Как я сказала, в уголовно-процессуальном исключить отказ в регистрации ИРДР уголовного дела при наличии договора. На сегодня договор является одним из основных инструментов для совершения мошенничества. И зная мошенники, что при наличии договора уголовное дело ему не светит, он заключает договор, он все, что угодно сделает, он создает фирму, он зарегистрируется, где все, что надо, но в итоге он обманет и выберет большую сумму денег. Схему заключения договора специалисты и называют притуплением бдительности жертвы. В соцсетях подобные жалобы публикуют каждый день, говорит юрист. Пострадавшие выкладывают фото мошенников и их личные данные. Но это не помогает привлечь мебельщиков к ответственности. Полиции не доверяют. И вообще, когда в полицию приходят, там очень часто меняются следователи. Куда-то исчезают дела, которые уже возбуждены. В сентябре буквально опять начнет работу общественная палата при мажористе парламента. Я буду поднимать эти вопросы и все-таки постараюсь, чтобы пригласили министра внутренних дел для того, чтобы он к защите прав потребителей и к тем людям, которые пострадали в результате мошеннических действий, чтобы полиция так не относилась. Есть несколько универсальных советов, которые призваны уберечь клиентов от мошенников. Первый. Договор должен содержать максимальное количество деталей. Второй. Нельзя делать полную оплату до получения мебели. И третье. Нужно установить платежеспособность учредителей через ЕГОВ, учёточка КИЗ и другие сервисы. Я бы всё-таки порекомендовал бы, наверное, нужно проехаться. Это нетрудно. Проехать, например, в цех по изготовлению мебели. Предложите, я бы хотел посмотреть ваши работы. Я думаю, он сам заинтересован, потому что поставщик должен гоняться за клиентом. Он должен заинтересован, он должен показать свои работы, он должен показать, где он их делает. Бдительность превыше всего, считает Терек Кусаинов. Мебельный бизнес – удобная сфера для аферистов. Поэтому казахстанцам следует крайне внимательно отнестись к выбору изготовителя, видя в каждом потенциального мошенника. Динара Абзирова, Жан-Дос Питабаров и Абдухамид Буликбаев, 24КИЗ. Как не стать жертвой мошенников, хотим обсудить с адвокатом. К нам присоединяется Илья Лунёв. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Вот подобных историй, как в нашем сюжете, в Астане много. Что делать? Получается, и договор не помогает? Вы знаете, здесь все просто на самом деле. Действительно, процессуальным законом, уголовно-процессуальным законом предусмотрено, что если проблема основана на договоре, то есть истекает из условий договора, то действительно заявление не регистрируется в рамках уголовного процесса. Но, однако, есть оговорка, которая была внесена, я думаю, что специально для таких случаев, что действие вот этого правила о том, что заявления не принимаются, если они основаны на договоре, действие этого правила не распространяется на случай подачи коллективных многочисленных заявлений о недобросовестном исполнении договора. Поэтому здесь на самом деле проблема решается очень просто. Если есть многочисленные заявления по одним и тем же обстоятельствам, либо коллективные заявления, то органы досудебного расследования обязаны начать досудебное расследование и заниматься уголовным делом. Но не так это просто. Это, получается, нужно найти других пострадавших. Вы знаете, бывают случаи, когда аналогичные заявления поступают в органы внутренних дел, независимо друг от друга. Просто эти случаи похожими становятся. Вот что касается мебели, очевидно, что там не один пострадавший, там их несколько. Поэтому здесь очевидно, что проблема носит не единичный характер, а действительно недобросовестность исполнения договора. Так, ну вот, Илья, смотрите, может быть, сейчас кто-то из наших зрителей собирается заказывать мебель. Что делать? Как себя обезопасить? Есть ли способы проверить благонадежность поставщика? Конечно, есть такие способы проверить благонадежность. В первую очередь, необходимо проверить вообще историю этой компании, либо индивидуального предпринимателя. Действительно, вот здесь прозвучало сейчас, что есть возможность проверить реестр должников. То есть, что должно действительно насторожить. Ну и немаловажный момент. Всегда надо понимать, что хороший товар, он не может стоить слишком дешево. Поэтому здесь уже сразу это должно насторожить. К сожалению, это так. Чтобы произвести эту мебель, чтобы ее доставить, эту мебель, необходимы средства, и она не может стоить дешевле, чем она стоит на самом деле. Что обязательно нужно прописать в договоре? Нужно ли обращаться к нотариусу? К нотариусу обращаться нет необходимости. Это простая письменная форма сделки будет. Прописать в договоре обязательные условия, а что будет в случае неисполнения этого договора. Каким путем, если договор не исполняется, каким путем возвращаются деньги. И если есть такая возможность это условие предусмотреть, условие о гарантиях. То есть действительно человек передает деньги, ожидает этот товар, ну а какие гарантии? То есть действительно, чем поставщик может гарантировать исполнение договора? Хорошо, спасибо большое. Надеюсь, наши зрители сейчас вас услышали. Напомню, у нас на прямой связи был адвокат Илья Лунев. Теперь к другим темам. 6 тысяч обращений, связанных с некачественным оказанием медуслуг, поступило от казахстанцев с начала года. Из них 34 приходятся на косметологические процедуры. В основном клиенты жалуются на низкое качество, а также осложнение после, сообщили в Комитете медицинского и фармацевтического контроля. Изменения формы глаз, уколы красоты, липосакция. Сейчас эти процедуры наиболее популярны на рынке эстетической медицины. О том, какие риски могут подстерегать тех, кто мечтает преобразиться, расскажет Полина Зачиналова. В руках у Динары Батырхановой фото сестры. На нем Куралай молодая, казалось, вся жизнь еще впереди. Все изменилось три недели назад. Родные Куралай рассказывают, продолжительное время она страдала от лишних килограммов, поэтому решилась на липосакцию. В социальных сетях нашла одну из частных клиник Алматы. Стоила процедура 2 миллиона тенге. Предварительно сдала все необходимые анализы. Противопоказаний к хирургическому вмешательству не было, рассказывает сестра женщина Динара Батырханова. Операцию проводили утром. Она в связь выходила где-то в 11.40. Нет, в 12.40. Мужу написала, что ей плохо, она плохо себя чувствует, не может собраться. После этого связь пропала. Я как будто чувствовала что-то. И в 7 часов я без отрыва звонила, и она в онлайн сидела. Я ей написала, что ты трубку не поднимаешь, почему не отвечаешь. Оказывается, в то время врач сидел с этого телефона и звонил мужу. Потом трубку поднял врач и сказал, ей плохо, она в реанимацию попала. Можете прийти? Мы тогда со всеми родственниками туда собрались. По словам родственников, врачи не смогли объяснить, что именно произошло с Куралай. Версии менялись буквально каждый час. То у женщины поднялся уровень сахара в крови, то резко повысилось давление. Где-то в 11 часов он нам сказал, что у нее сердце остановилось. И работает там наша бригада, там электрошок дает. Потом опять ждали. Где-то в 11.30, точно не помню, сказала, что они потеряли пациента. Когда мы все плакали, там не в себе были, в то время тело увезли в морг. Даже нам ничего не сказали. Предварительная причина смерти – острый инфаркт миокарда. Однако родственники Куралай Бадырхановой с такой версией не согласны. Говорят, женщина проблем с сердцем не имела. Семья обратилась с заявлением в полицию. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. С целью установления причины смерти человека назначена судебная медицинская экспертиза. По результатам комплекса следственных мероприятий и экспертных исследований будет принято прациальное решение. Пластический хирург, который оперировал женщину, от комментариев отказался. Говорит, что до получения окончательных результатов судмедэкспертизы высказываться в рамках расследования не может. На странице клиники опубликован соответствующий пост от лица врача. Как я получу всю информацию от следствия? Я смогу со своей стороны прокомментировать ситуацию. Мы стремимся к полной прозрачности и готовы делиться информацией. Последние несколько лет жалобы от казахстанцев на некачественное оказание косметологических услуг стали поступать все чаще, в том числе на осложнения после проведенных манипуляций. С начала года таких обращений поступило 34. При этом эпизодов с летальным исходом, как в случае с Королайбадырхановой, не зарегистрировано. Об этом сообщил представитель комитета медфармконтроля Райкуль Спандиар. Департамент полиции могут привлекать в рамках расследования либо судебно-медицинской экспертизы наших специалистов для проведения какой-то экспертизы, либо проверок. Обращение должно быть написано в адрес комитета, либо территориальных департаментов. Соответственно, после этого обращения в течение 20 рабочих дней проверка проводится. Клиники пластической хирургии, как и косметологии, должны иметь лицензию для оказания своих услуг. Врачи имеют право работать только с действующим сертификатом специалиста. Но даже наличие всех подтверждающих документов не дает гарантии безопасности, считает юрист Армад Есенов. Нужен надлежащий контроль со стороны госорганов. В уполномоченный орган, когда ты обращаешься за тем, чтобы провели проверку, допустим, по некачественной услуге, то очень сложно получить от уполномоченного органа надлежащую проверку. Необходимо здесь менять практику, скажем так, сопровождение после лицензии. Это, возможно, должны быть какие-то плановые проверки, которых у нас в основном всегда отменяют. При любом медицинском вмешательстве пациенту необходимо подписать добровольное согласие. Это абсолютно законно. Но пациенту здесь нужно внимательно ознакомиться со всеми пунктами так называемой доктрины. Недопропорядочные медики могут приписывать осложнения, тем самым страхуя свою деятельность. Он дает подтверждение, что он информирован. А тех последствий, которые по протоколу возникают после проведения такой манипуляции. Предположим, вам сделали блеферопластику или еще что-то, у вас отек на лице. И он, допустим, по протоколу он должен 3-4 дня. А то, что я потеряю какой-то орган или у меня будут какие-то, я не знаю, там, последствия, негативные для здоровья, которые не предусмотрены протоколом, это не охватывается этим информированным согласием. Но клиники, которые подсовывают вот такое, то есть я согласен, что я потеряю, может быть, там, частично свое здоровье и так далее, изначально это будет, скажем так, это согласие будет изначально недействительным, незаконным. Если человек стал жертвой халатных бьюти-специалистов, юристы рекомендуют подавать иски и доводить дело до конца. Информационное согласие пациента и пункты, прописанные в договоре, не снимают ответственности с врачей. Все догазуемо. Полина Зачинала, Калини Симбаев, 24КЗ. Косметологические процедуры популярны сегодня практически во всем мире. Одним из лидеров считается Южная Корея. Она входит в пятерку стран по числу пластических хирургов. Ежегодно там проводят около 650 тысяч операций по изменению внешности. Но увеличивается и количество споров между пациентами и клиниками. Как их решают и как получить компенсацию от больницы, узнал наш собственный корреспондент в Сеуле Владислав Цой. Это одна из лучших дерматологических клиник Южной Кореи. Здесь лечат кожные болезни, делают пересадку волос и ресниц и омолаживают пациентов. Медицинских споров в этой больнице практически не было. Но если клиент недоволен работой врача, то с ним проводят переговоры. После косметических процедур пациенту может не понравиться дизайн. Могут возникнуть килоидные рубцы и реакции гиперпигментации. В случае, если не нравится дизайн, ход операции должен быть тщательно обсужден с пациентом. После этого обычно принимают решение о повторной операции. В случае непреднамеренного рубцевания необходимо проверить, нет ли проблем с аллергией или килоидной конституцией. После этого лечение рубца повторяется с использованием лазерной терапии. По данным Корейского национального статистического управления, в прошлом году в стране работали 2295 пластических хирургов и 1137 клиник пластической хирургии. Было зарегистрировано больше ста спорных случаев при проведении операции. Если клиент недоволен, то он обращается к адвокатам или в медицинский арбитражный центр. Это независимый национальный орган, в котором работают медэксперты. Этот центр определяет ответственность за несчастные случаи со здоровьем и рассчитывает ущерб. По южнокорейским законам, если из-за медицинской халатности умер человек, то виновного могут приговорить к тюремному заключению на срок до 5 лет или штрафу в размере до 14500 долларов. Резонансный случай произошел недавно в клинике пластической хирургии в городе Янсан, провинции Южная Кюнсан. Там операции проводила 50-летняя помощница медсестры. Она представляла с пациентом, врачом и успела прооперировать 72-х человек за полтора года. Псевдоспециалиста отправили за решетку. А самый громкий международный скандал случился в клинике пластической хирургии в знаменитом сеульском районе Каннам. Там во время липосакции умерла 20-летняя гражданка Китая. Суд постановил выплатить компенсацию родственникам покойной в размере около 145 тысяч долларов. Владислав Цой, Ольга Лян, 24КИЗ, Южная Корея. С другим темом в Париже идут последние приготовления к церемонии открытия Олимпийских игр. Организаторы обещают невиданное зрелище, ради которого во французской столице предприняли беспрецедентные меры безопасности. Предлагаем узнать у нашего корреспондента, как сейчас выглядит Париж, как чувствуют себя его жители. На связи со мной Алия Сыздыкова. Алия, приветствую. Какая атмосфера сейчас в Париже? Доброе утро. У нас еще утро. И вот и настал тот самый день, которому Франция готовилась последние 7 лет. И мне кажется, сегодня утром разочарованными в этой стране проснулись все. Начинают президенты, заканчивая рядовыми жителями. Жителями, вы видите, за моей спиной, льет дождь, мелкий моросящий дождь с самого утра. И город выглядит опустевшим, не из-за дождя, конечно, а из-за очень строгих ограничений по передвижениям. В 10 часов в Париже, начиная с 10 часов утра, в Париже не рекомендуется передвигаться на автомобилях. Закрыто около 30 станций метро. Жителям, живущим вдоль районов оцепленных, где будет проходить церемония открытия, это оба берега реки Сена протяженностью 6 километров, этим жителям префект Парижа рекомендует сегодня вернуться домой до 3 часов дня, до того момента, когда зрители начнут пребывать на трибуны, занимать свои места. На время церемонии открытия полностью закрывается воздушное пространство над Парижем, радиусом 150 километров. Ни один из четырех аэропортов в этой зоне не будет ни принимать, ни отправлять самолеты. К охране привлечено 45 тысяч полицейских, в том числе иностранных. Накануне кинологи обследовали собаками все суда, пришвартованные вдоль берегов Сены. По водному периметру установлены специальные подводные сетки, которые исключают проникновение кого-либо, либо чего-либо в зону церемонии открытия. И жители города, и туристы, немногочисленные находящиеся сейчас в Париже, не имеют доступа к достопримечательностям и на знаменитые парижские виды вынуждены любоваться из-за ограждений. Я предлагаю послушать мнение одной из парижанок о том, что происходит. Я думаю, что те, кто смогут присутствовать на церемонии открытия, будут рады, потому что это уникальная возможность, более престижная, чем на стадионе. И сама церемония будет представлять собой оригинальную постановку. Но, к сожалению, мы увидим это только на экране. Конечно, вся подготовка и ограничения не находят большого понимания среди парижан по понятным причинам. Тем не менее, шоу обещает быть по-настоящему роскошным. В нем задействовано 20 тысяч человек. С трибун его будут смотреть 300 тысяч зрителей, а телевизионных зрителей ожидается не меньше миллиарда. Телевизионно сам сценарий держится в строжайшем секрете. Вот накануне раскрыли некоторые детали, стало известно, что среди артистов заявлены Леди Гага и Селин Дион. А я напомню нашим зрителям, что церемонию открытия в прямом эфире можно будет увидеть на телеканалах агентства Хабар. Алия, а что говорят метеорологи? Дождь долго будет? Дождь может быть до самого вечера, вплоть до церемонии открытия. И, собственно, дождь был одним из главных проблем, когда планировалось сделать шоу таким, впервые в истории игр на воде, а не на стадионе. Поэтому зрителям советую взять с собой зонтики. И зрителям, которые будут присутствовать на трибунах, придется провести много часов на улице под моросящим дождем. Трибуны начнут заполняться в 15.30, а сама церемония открытия начнется в 19.30 и продлится 3 часа 40 минут. Представляете, сколько времени предстоит провести под дождем? Алия, а сколько стоил билет на открытие? И как давно они были распроданы? Я скажу честно, что даже сейчас можно купить билеты, просто это будут самые дорогие билеты на церемонию открытия. По-моему, около 900 евро стоили те билеты, которые остались в первой категории. Часть билетов мэрия Парижа распространила бесплатно для жителей своего города, выбирая приоритетными людей, многодетные семьи, людей с низким достатком. Но в среднем церемонии открытия, мне кажется, можно было приобрести билеты, начиная от 100 евро и выше. Что, в принципе, для события, которые в Париже происходят раз в 100 лет, мне кажется, не такой высокой платы. Я, честно говоря, тоже ожидала, что гораздо дороже стоят билеты. Спасибо большое, Алья. Напомню, на прямой связи со студией в Париже была моя коллега Алья Сыздыкова. В Париже встретили одного из самых преданных болельщиков национальной сборной Казахстана, пенсионера из Магастауской области Рабима Бурашева. Предыдущие два месяца велопутешественник провел в дороге. Он выехал из Актау в мае, пересек территорию восьми стран, чтобы в канун Олимпийских игр финишировать в Париже. Своё достижение Рабим Бурашев посвятил национальной сборной Казахстана. В дороге его стойко сопровождала супруга. У Триумфальной арки их встречали как самых дорогих гостей. Посол Казахстана во Франции Гульсара Арстанколова и министр туризма и спорта Ермек Маржикбаев отметили силу духа велосипедиста-любителя. Последние четыре года ветеран строительной отрасли посвятил путешествиям на велосипеде. Сегодня настроение улучшилось заметно. И весь тот путь, что мы проделали, это в поддержку наших 80 спортсменов. Всем желаем победы. Нам желаем успешно вернуться домой. Пусть наша страна будет благополучной. А в ресторанах Парижа резко сократилось число посетителей. Все потому, что город перекрыт для проведения Олимпиады. Металлическими заборами оградили всю центральную часть, где находятся популярные рестораны и кафе. Вход в зону осуществляется только по QR-кодам. Рестораторы жалуются, что из-за сложившейся ситуации у них возникли проблемы с оплатой аренды и зарплатами сотрудников. Ограничения продлятся до окончания церемонии открытия Олимпиады. Тем временем на площади республики в Париже около 300 человек провели акцию протеста против проведения Олимпийских игр. Шейм! 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 Митинг был организован группой из более чем 80 экоактивистов и представителей правозащитных организаций. Держа в руках плакаты, они требовали бойкотировать Олимпиаду из-за дороговизны ее проведения. По словам участников акции, игры потребовали огромных средств только для того, чтобы показать красивую картинку туристам. Протестующие осудили рост цен на общественный транспорт, а также воздействие на окружающую среду. И вновь в событиях в нашей стране. 800 миллионов тенге выделили из республиканского бюджета на проведение водопроводов в пригородных районах Тараза. Но несколько тысяч жителей так и живут без воды. Что помешало своевременно завершить строительство и как местные власти намерены решить проблему, выясняли наши корреспонденты. Селок Кайнар и Акжол присоединили к городу 14 лет назад. Но городской жизнь сельчан от этого не стала. Например, питьевой воды как не было, так и нет до сих пор. Устав от обещаний местных властей, они решили взять инициативу в свои руки. Но, как рассказывает горожанин Гердал Бесимби, затея оказалась провальной. Поставили колонку, но наши усилия и затраты были напрасны. Вода мутная, плавают черви. Представляете, что мы вынуждены пить, не могут провести водопровод, хотят до водовода рукой протянуть всего 50 метров. Это не красит Акимат. Они каждый год обещают решить проблему. Говорили, деньги выделили. Кто-то тендер выиграл, но никаких результатов не видно. Даже в селах давно провели газ и воду. Что толку, что нас присоединили к городу? Ни воды, ни интернета, ни дорог нет. Ощущение, что мы на краю цивилизации. На проведение водопровода в начале года из бюджета выделили 800 миллионов тенге. К строительным работам должны были приступить еще в январе. Но компания, выигравшая тендер, оказалась недобросовестной, утверждая таким города Бахаджанур Мбеков. Выяснилось, что компания, выигравшая тендер, предоставила фиктивные документы. Суд принял решение пересмотреть итоги конкурса. В прошлом году мы подготовили проект на сметную документацию и подали заявку на финансирование из республиканского бюджета. Ее одобрили. Деньги в этом году поступили. 4 августа решение суда должно вступить в законную силу. Тогда сможем объявить тендер на определение другого подрядчика. Власти города заверяют, что до конца года проведут водопровод в пригородных районах. А пока без централизированной системы водоснабжения остаются 4 жилых массива или 5% жителей Тараза. Если Акиму удастся выполнить обещанное, то вопрос с питьевой водой будет решен окончательно. Экоакция «Таза Казахстан» продолжается в Астане. Учащиеся одной из школ обгораживают территорию своего учебного заведения и расширяют яблоневый сад. В этом сезоне юные активисты высадили еще 20 саженцев. Подробности в нашем следующем материале. В этом небольшом саду растут 50 яблонь. Первые саженцы появились несколько лет назад. А уже сейчас школьники и учителя готовятся собрать урожай. У нас в планах постепенно расширять наш сад. В следующем году высадим саженцы груши. Сейчас выращиваем вишню и смородину. Наша школа – это не просто школа, а центр дополнительного образования. То есть мы обучаем детей защите окружающей среды в том числе. Работа наших экологически ориентированных кружков превратит страну в «Таза Казахстан». На территории школы есть и теплица, площадью больше 18 гектаров, а также деревья и клумбы. За ними по очереди ухаживают ученики. Сначала посадили семена, потом полили их, потом убрались сорняки. И вот вырос урожай – шпинат, морковь. Я каждый день здесь на работе, заботюсь о растениях. Мы уже второй год выращиваем овощи в теплице. Дети очень хорошо к этому относятся. Они прям рады сюда приходить. Выращиваем мы и свеклу, и морковь. В этом году посадили физалис, помидоры, огурцы. После уборки урожая школьники и учителя приступят к заготовкам варенья и соленья. Анна Ильедрик, Казанургалим Мамурбаев, 24КЗ. К этому часу у нас все. Больше новостей на нашем официальном сайте 24.kz. Всего доброго.